Здравствуйте, здравствуйте. Муж говорит, ты что? Я говорю, да буду хвастаться. Соседка вчера позвонила. Говорит, что они сегодня будут на бусики ехать. Что если у нас есть что перевозить, вот бегаем. Здесь фасоль вырвали, чистим. Здесь свеклу прорвало. Ну, если это так можно назвать, прорвало. Видите, какая огромная. Здесь, муж, что-то? Здесь один лук? У тебя в рюкзаке. Весь. Весь. Это один лук, да? Тут лук. Ну, это не весь там широкий. Ну, понятно, что не весь. Вот, нарвала ведро помидор. Они там, в самом низу, я большие. Те вот, что я там раньше показывала. Здесь у меня разные сорта. Разные-разные. Видите? Ну, мне понравился вот этот сорт. Их мариновать хорошо будет. И еще там ведро. Ну, это уже, кажется, последние два ряда. Здесь желтые-то я была сорвала, чтобы туда вниз. Так что, давайте, мне помогайте. И, видите, здесь ведро. Как раз дорву эти такие черри. Ну, они такие большие черри. Здесь желтые. Вот там такие почти будут черные. И такие маленькие, красные. Они потом... Они будут до заморозков. Их будет полно. Ну, и вот эти я тоже смотрю, что так неплохо. Это какой-то американский сорт выведен. Ну, я так смотрю, они неплохо. Их уже мы рвем, рвем. Я их уже даже замариновала. Это, значит, у нас уже третье ведро будет. Сейчас как раз, значит, у нас раньше мы там где-то ведро вырвали. Ну, ведро, может, там сверху, потому что же ели, приходили каждый раз. Сейчас два ведра. Это уже три ведра. Огурцов у нас было где-то, наверное, около десяти ведер я замариновала. Потому что муж с Аленой я не хотел. Ой, поставила далеко ведро. Тринадцать трехлитровых банок. Огурцов. У меня очень хороший рецепт. Ну, уже, если что, на следующий год этот рецепт. Возможно, я буду мариновать помидоры. То покажу рецепт, как я мариную помидоры. А, видите? Счастье какое. Когда-то, еще в конце девяностых, я служила в армии. И там женщиной был день рождения. И она принесла огурцы, помидоры. И они мне так понравились, что я у нее попросила рецепт. И уже больше двадцати пяти лет. Вы знаете, сколько там дочь не пробовала. Ничего подобного на наш вкус. Именно говорю на наш вкус, потому что, сами понимаете, одним нравится кислое, другим сладкое. А мы для себя нашли идеальный просто рецепт огурцовый помидор. Просто вот на наш вкус. И уже сколько дочь не экспериментировала там, других брала, в ютубе. Все не то. Все не то. Вот так, знаете, когда удачно ты в своей жизни найдешь рецепт для себя. Это как у меня пасху я выпекаю. Там вообще больше тридцати лет. И я вкуснее пасхи не ела. Так и мы нашли свой рецепт огурцовый помидор. Ну и там как-то сейчас надо добраться. Там разные. Длинненькие. Вот такие. То есть желтые. Разные-разные. Вот видите, эти розовенькие, эти красные. И в банках очень красиво смотрятся. Я как раз вчера закрыла две банки трехлитровых остатки огурцов. И вот помидорчики. Там длинненькие собрала. Эти желтенькие. Но я смотрю, их так много. Хороший сорт. Но надо посмотреть. Мне кажется, там у меня еще семена остались. Так что помидоры еще будут. Вот огурцы уже все. Ну там мы посадили, посеяла я два рядочка. Ну так вроде неплохо растет. Посмотрим. Вот еще будут какие-то огурцы. Ну это просто для салата. Просто так сесть. Ну помидоры смотрю неплохо. Главное, чтобы не было морозов и фитофторы. Со своими огурцами, со своими помидорами в этом году. Вот здесь кто-то звонит. Надо идти. Помидоры еще так и у нас и лежат, не все дозрели. Так что до свидания. Видите, вот там у нас огурцы еще растут. Здесь репа. Так что еще собирать еще и сеять буду. Еще, наверное, репу посею в конце августа. Вот видите, свекла какая здесь несчастная. А там огромадная, которую я показывала. Не знаю, что ему не хватает. Но там что-то какая-то была напала. Что-то на них. До свидания. Хороших всех урожая. Здоровья всеми мира. Всего хорошего. Вот еще хочу сказать за вот эти огурцы китайское чудо. Я их в прошлом году посеяла. И в этом тоже. Вот упал, разломался. Хорошо идут чтобы мариновать их. Разрезаешь на части, какие вам надо. И вполне нормально переносить. Уксус не сморщиваются. Вот как другие огурцы. поэтому на следующий год и они какие-то вот те у нас уже посохли. А эти еще идти собрала урожай. Там еще будут. Поэтому на следующий год обязательно их опять рядочек. А то может и два. на жару они хорошо реагируют. И на отсутствие воды тоже неплохо реагируют. В отличие от тех других, которые... Потому что там разные семена сеяла. Так что сбор идет нас вовсю. Бегу сейчас там еще собирать, чтоб чем побольше увезти, можем меньше было нести. вовсю.